У вас бывало такое, что вы, идя в магазин, забыли самое важное? И вот вы стоите у кассы с полной корзиной продуктов и с выпученными глазами и холодеющим сердцем не нащупываете заветного бумажника в своем кармане или сумке. Наш случай очень похож на описанный, но в этой истории, помимо казуса, есть еще и уникальный случай редкой щедрости и доброты. Тайсон Кройли на днях сделал новую банковскую карточку и перевел на нее средства. Записав пин-код, он пока еще не удосужился его запомнить, и поэтому, когда он подъехал на автомобиле на заправочную станцию, забыв новоприобретенную карту дома, то не ожидал, что попадет в очень неудобное положение. Заправившись топливом на 110 долларов, он полез в бардачок. Не найдя там, он начал шарить в сумке и в карманах, но все было безрезультатно. Решив оплатить через приложение, он столкнулся с новой проблемой. Он забыл код, как мы упоминали ранее. Парень начал волноваться, так как не знал, что делать дальше. Неожиданно к нему подошел молодой человек и предложил ему помочь. Тайсон с грустной улыбкой назвал причину своей проблемы, прекрасно зная, что помочь такой суммой ему никто не сможет. Но парень, узнав сумму, спокойно вытащил свою карту и оплатил всю задолженность заправки Тайсона. Наш герой был потрясен добротой незнакомца. Он начал горячо благодарить парня и, дав ему чек с ручкой, попросил того написать номер телефона, чтобы по прибытии домой Тайсон мог с ним связаться и отправить нужную сумму благодетелю. Тот, взяв чек, написал и вернул счастливому герою. На этой ноте они расстались. Прибыв домой, Тайсон вытащил из кармана скомканный клочок бумаги и, развернув его, сел от удивления. Вместо номера телефона на чеке было написано «Не забудь и ты сделать когда-нибудь подобное. Сделай то же самое». Это был широкий жест доброты незнакомого человека, который мог просто пройти мимо проблемы Тайсона. Парень после этого не мог не поделиться своей удивительной истории на своей странице Facebook. Вместе с фотографиями чека и парня, пришедшего ему на помощь, он разместил такие слова. «Нам всем стоит помнить о том, что материальные ценности и вещи не имеют такой важности, как простое человеческое отношение и взаимопомощь тем, кто в этом нуждается. Человеческое тепло и доброта намного важнее финансового богатства». Что скажете, дорогие подписчики? Ведь представить только, 110 долларов просто подарить незнакомцу? Это точно стоит одобрения и лайка с вашей стороны. Напишите своё мнение в комментариях. Подписывайтесь и делитесь этой историей со своими друзьями и близкими. Пока!